Добрый вечер, спасибо, что пришли послушать. Я расскажу про 10 принципов, как обречь вашу компанию на неизбежно успешный email-маркетинг. И я постараюсь не говорить про такие вещи, которые выдаются в гугле по запросу email-маркетинг best practices в первых 10-20 линках, про которые обычно говорят все email-маркетологи, типа, что нужно делать сегментацию, нужно делать персонализацию, обязательно нужно тестировать AB-тест, тестировать subject line, а что еще можно потестировать? А можно потестировать разные цвет кнопки в письме? И вообще email нужно тестировать или то, что нужно кампейн отдавать на peer-review, читать маркетинговые блоги, чтобы делать свой email-маркетинг лучше? Я постараюсь рассказать про 10 вещей, которые я накопила на своем опыте путем проб, ошибок, страшных ошибок, ужасных ошибок и, наоборот, каких-то приятных успехов и достижений, которые не выдаются в гугле по запросу email-маркетинга best practices на первых 10 линках. И первый такой пункт, в принципе, вся моя презентация будет состоять в основном из заголовков, заголовков, там не будет особо слайдов. Первый мой пункт о том, что хороший email-маркетинг – это такой email-маркетинг, который дружит с автоматизацией маркетинга. И мне кажется, что в идеальном отделе маркетинга и в идеальной компании marketing automation и email-маркетинг – это один и тот же отдел, а в идеале это одни и те же люди, потому что невозможно сделать хороший email, не понимая, как это работает, откуда берутся данные, почему мы знаем про лида, не знаю, последнюю дату логина в Workspace, но не знаем его будущую дату или будущую ожидаемую, а что делать, если она есть, а где ее взять, если ее нет, а можно ли сделать так, чтобы она присылалась в вашу CRM в реал-тайме, и как это использовать. И, соответственно, если у вас один человек отвечает за то, чтобы эти данные гуляли между вашими системами и в правильное время отображались в нужном формате в вашей CRM или платформе маркетинговой автоматизации, другой человек отвечает за то, чтобы людям отзывались какие-то письма, то никогда в вашей базе не будут ссылаться письма, содержащие релевантную информацию, то есть письма, отправленные нужным людям в нужный момент с правильной информацией. Только если один и тот же человек настроил эту CRM, и тот же самый человек написал это CRM-письмо, он напишет его так, что там будут использованы все эти тайные знания ваших пользователей, которые вы накопили на майнере, собрали или спросили их при помощи какого-то сервея. И есть, конечно, некоторая специфика в email-маркетинге, потому что в первую очередь все-таки человек должен быть маркетологом, у него должен быть сильно развит навык написания текстов, в то время как человек маркетинг-автоматичный специалист, это больше человек такой своего рода маркетинговый админ, и не всегда ему свойственна маркетинговая составляющая, именно продажная. Тем не менее идеальный человек, работающий в отделе email-маркетинга, должен уметь делать и то, и другое, желательно еще и уметь писать код, ну или хотя бы его поправить, если рядом нет подругой разработчик, который мог бы это сделать. И в принципе я до этого работала в компании, где было строгое разделение между email-маркетологами и маркетинговой автоматизацией. И когда я ушла в Rike, то я сделала так, что это делается одними и теми же людьми, и я считаю, что это правильно. Следующий пункт, он о том, что необходимо все, что вы делаете, переиспользовать. Да, переиспользовать. Это может касаться самих писем. Например, у вас вышла новая фиша, и вы отправляете продуктовый релиз. Вы потратили, допустим, две недели на то, чтобы написать там, продумать сегменты, написать контент, нарисовать дизайн, сделать верстку, верстку протестировать, потом сделать правки, которые возникли от дизайнеров, потом сделать правки, которые возникли от вашей контентной команды, потом пища немножечко изменилась, пока ехала на прод, пришлось все переписать с нуля. Его потратили две недели, отправили письмо, все. Да, у него был какой-то open rate, у него был какой-то click rate, но усилия потрачено, вроде как бы что-то там лиды посчитали. Это здорово, но я считаю, что все должно быть переиспользовано, и это же письмо, здесь нужно сразу думать, а где еще его можно будет использовать. Допустим, поставить его в какой-то анбординговый нёрчеринг, либо постреальный нёрчеринг, либо в платный нёрчеринг. То есть понятное дело, что там кое-где что-то надо будет переформулировать, где-то что-то как-то переделать, но все равно у вас есть основной месседжинг, который вы можете использовать не только ради того, чтобы сделать выгодный релиз, но для того, чтобы ваша база в автоматическом режиме продолжала бы нёрчериться там еще полгода, год, два года или десять лет, если вы про это письмо забудете. И то же самое касается и, назовем это, элементов письма. Я сейчас покажу примерно, как это у нас сделано. К вопросу о том, что все должно быть переиспользуемо. То есть существует практика довольно распространенная, что под каждое письмо пишется контент, под каждое письмо заказывается дизайн, каждое письмо верстается, а потом получается, что письмо вроде как бы очень похоже на то, которое было месяц назад, полгода назад и год назад, зачем-то все это заново версталось и рисовалось, хотя по сути можно было бы просто собрать пару-тройку элементов вместе, получилось бы в принципе примерно то же самое. И возвращаясь к вопросу о том, что все должно быть переиспользуемо, я считаю, что в идеальном отделе мэммаркетинга у вас есть набор элементов, вот в принципе я сейчас листаю то, что у нас это собой представляет. И все эти элементы между собой абсолютно комбинируемы и совмещаемы. И у вас, конечно же, все по дизайнерским кайтвайнам, и все сделано очень правильно с точки зрения визуальной презентации этого контента, но в любом случае у вас есть цвета, которые, допустим, пускай их будет всего 3 или 5 или 7, но они все друг с другом комбинируются. У вас есть какие-то варианты кнопки, она может быть слева, она может быть справа, она может быть посередине, она может быть сверху, она может быть, ее может не быть. У вас есть варианты шрифтов, большой, мелкий, крупный italic bolt, у вас есть цвета для фона, цвета для рамки, цвета для кнопки, у вас есть какие-то декоративные элементы, у вас есть гайдлайны, какие фотографии подходят, какие не подходят. И в результате, в принципе, имея достаточно ограниченный набор элементов, вот у нас их, в принципе, ну вот раз, два, три, четыре, я не знаю сколько тут, наверное, штук 10-12, вы можете делать неограниченное количество разных писем, не задействуя при этом ваших дизайнеров, но, в принципе, у нас еще так сделано, что вы при этом еще не задействуете ни разработчиков, ни рестальщиков, просто за счет того, что вы переиспользуете то, что у вас уже есть. Вот пара примеров, например, вот, вот. Вот, в принципе, создание такого письма у нас занимает около пяти минут, просто за счет того, что однажды это сделав, мы эти же самые элементы переиспользуем много раз снова, снова и снова. То же самое касается графики, потому что, в принципе, не знаю, у нас есть три, наверное, основных типографики, которые мы используем. Это фотографии на бэкграунде, это иконки и скриншоты. В принципе, там за полгода-год у вас собирается достаточно большая библиотека из того, что уже было создано для предыдущих кампейнов. Вы это все складываете в одно место, и когда вам нужно сделать письмо, вы не просите дизайн, вы смотрите, что у вас уже есть, вы это вставляете в ваш бюдер, вы это переиспользуете, и на выходе у вас получается письмо, которого еще никогда не существовало, без помощи дизайнеров-разработчиков, при помощи одного и маломаркетолога, который сам может это собрать, сам это может написать, в принципе, сам протестировать, и процесс за счет этого сильно ускоряется и упрощается. Безусловно, существуют и некоторые кастомные вещи, которые не так легко поддаются переиспользовать. Например, вот наш хэллоуинский карт. Я еще не придумала, в какой компанию мы можем переиспользовать тыкву с глядящими глазами. Ну, возможно, такой не будет, но вот, например, вот эта паутина у нас теперь существует отдельным элементом. Мы шлюм это людям, которые ведут себя не очень активно, типа с месседжем, что у вас там все заросло уже паутиной, экспрессией, не хотите отходить посмотреть, как оно там живет. И, в принципе, это, с одной стороны, экономит вам время, а с другой стороны, это, в прямом смысле слова, экономит деньги, потому что однажды потраченное время на создание вот этого элемента, потом вам возвращается много-много раз за счет того, что вы используете это снова и снова. Потом следующий пункт. В прошлом отделе маркетинга необходимо держать свою документацию и материалы по планированию в актуальном состоянии. Это, наверное, самая скучная, на мой взгляд, самая скучная часть в моей работе, потому что нет ничего скучнее, чем открывать. Вот такой вот мой frequently asked questions и terms and conditions of marketing operations. И из-за того, что у нас там появился какой-нибудь, не знаю, что, новый элемент, смотреть все места, где нужно обновить эту документацию, чтобы человек, который никакого представления не имеет о том, как у нас все происходит, мог бы в эту документацию посмотреть и, в принципе, при определенном желании сделать сам то, что его нужно, если по какой-то причине мы не можем этого сделать или он по какой-то причине хочет сделать это сам. Но тут, поскольку я работаю в райке, мы делаем project management soft, для этого, собственно, я свой софт и использую. Я просто держу в своей папке marketing operations такое место, как, по-моему, оно у меня вот тут, да, task templates and guides, да, вот оно. Просто складываю сюда все новые объекты, которые возникают, ну и пишу обзоры, когда что-то обновляется. Плюс это мне очень важно, надо писать дату, когда вы это в последний раз обновляли, потому что, ну иначе где-то может таймлайн не сойтись. И на самом деле софта для того, чтобы делать базу типа Wiki достаточно много, на худой конец можно пользоваться Excel, зато каждый раз, когда вам задают один и тот же вопрос, вам не нужно этого объяснять. Если человеку очень-очень надо, то он сам, в принципе, справится с тем, чтобы прочитать этот Excel и понять ответ на свой вопрос, не отнимая ваше время. Ну и плюс, что касается самой документации, в том числе, не напрямую, но тем не менее, в своем случае я также пользуюсь нашим софтом, но есть другие вещи, как, не знаю, Google формы, или, в принципе, любые формы, если вы пользуетесь маркетами или хапспотом, вы просто можете сделать лендинг, на котором, когда кому-то от вас что-то нужно, человек будет заполнять форму, в которую сразу будет вписывать, когда он хочет отправить, что он хочет отправить, кому он хочет отправиться, subject line, snippet, call to action, title, текст, или будет писать, что текст у него еще не готов, какие-то комментарии, и вы на выходе будете получать запрос, в котором у вас уже относительно четко складывается картина о том, что этому человеку нужно, после чего вы можете кинуть ему, как ли ты ask questions, после чего он уже, там, половину вопросов решит сам, опять-таки, без вашего вмешательства. Это может звучать не очень, как сказать, важно, но если принимать внимание растущие объемы, по крайней мере, для Райк, очень быстро растущие компании, допустим, сравнить то, сколько мы делали email-кампейнов два года назад, и сколько сейчас, возможно, это число в 10 раз больше, может быть, в 20 раз больше, а людей, занимающихся этим в 20 раз больше, не стало. Поэтому, в принципе, там каждые полчаса, которые вы не потратили на то, чтобы кому-то объяснить, какие у вас есть сегменты в вашем CRM, эти полчаса, они в итоге могут быть потрачены на что-то более полезное. Так, что у нас дальше? Да, в принципе, следующий пункт вытекает из того, что я только что сказала. Время — это деньги. Чем меньше времени на бесполезные email-кампейны вы потратили, тем больше денег вы принесли своей компании, потому что помимо того, что, да, сделать письмо, по факту не стоит ничего, кроме зарплаты сотрудников, но это тоже чего-то стоит, и лучше тратить это время эффективно. И, допустим, если вы видите, что напишется какая-то email-кампейн, на которую будет потрачено, пускай не full-time, но три недели времени, из которых full-time, скажем, часов 30 суммарно, и вы понимаете, что выхлоп с этой email-кампейны едва ли будет, не знаю, что 10 переходов в блок, то уже на этом этапе нужно сказать, что нет, мы не будем делать такую email-кампейну, либо с точки зрения вашей эксперты, вашей email-маркетинговой экспертизы, объяснить, что можно сделать с этой кампейной, чтобы от нее в результате был какой-то толк, то есть либо расширить количество получателей, либо уменьшить количество сегментов, но там уже, наверное, специфика каждой компании может играть свою определенную роль. Следующий пункт про тестирование. Каждый маломаркетолог совершал страшные и ужасные ошибки, отправлял пустые сабжиклайн или не пустые, например, с опечаткой. Моя самая страшная ошибка в сабжиклайне была, не знаю, кто-нибудь пользуется маркетой? Да? Один человек всего? Два? Но, наверное, все равно же все пользуются каким-то софтом для рассылок. И, наверное, в курсе, что такое динамический контент, да? Ну и токены, да? Когда мы ставим токен, который смотрит в другое место, куда мы подставляем контент, или кто-то другой подставляет контент. И вот у меня был такой токен аккуратненький, назывался my.token.subject.line. Я обновила мое тимплейт, и я тестировала это письмо, все было хорошо, мне присылала там контент, который я поставила, все было замечательно. Но только после того, как я отправила это письмо на 400 тысяч получателей, все эти 400 тысяч получателей получили письмо, в котором было скобка, 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 my.token.subject.line, потому что там было три скобки, а не две скобки. И с одной стороны, тут сложилось две вещи. Один, ну, человеческий фактор я просто не заметила на вот эти вот три скобки. А второе, это баг маркета, потому что на тестах он нормально съедал эти три скобки, а на продакшене подумал, отправлю-ка я все как есть. Ну вот. Вот. Значит, тестирование тестированием. Да, и долгое время, я тратила на него очень-очень много времени, мы не отправляли никаких email-компейнов, пока не убеждались, что на BlackBerry предыдущей версии мобильная верстка не поехала, и там, или, например, что если открыть письмо, пришедшее в браузерный отлук, не через email-клиент, а в браузере, сохраняется анимация. Но через некоторое время, опять-таки, когда у нас стали расти объемы, я пришел к выводу, что так, это здорово, но, возвращаясь к вопросу о том, что время — это деньги, смысла в этом нет. И мы стали тестировать наши email-ы в первую очередь для тех email-клиентов, которые составляют на самое большое количество процентов в базе. И, например, если у меня есть там баг в каком-нибудь старом отлоке, то я скорее этот баг, ну если он не критичный, то есть не опечатка, а там поверстки что-то, я скорее забуду про него, если в, там, не знаю, на iOS все выглядит прекрасно. И то же самое касается оптимизации верстки писем. То есть то, что умеет делать iOS, то, что умеет делать iOS клиенты, например, они видят CSS, это прекрасно. Вы можете, по сути, сделать, в принципе, все то же самое, что вы делаете на вебе, только в email. Или, допустим, GIF, но GIF читается почти что всеми, даже браузерным аутлуком, но те самые аутлуком приложения там не видно, кое-где их не видно, но в первую очередь нужно смотреть на те мои клиенты, которыми пользуется ваша база. Если у вас у всех Gmail, и в Gmail, я не знаю, что, работает там какая-то определенная анимация, то, значит, ее делать нужно, потому что пускай те хотя бы 50%, но ее увидят. И, да, печально, что не все умеют делать то же самое, что Gmail и iOS, но, тем не менее, хотя бы они это делать умеют. Бывает такое, что у вас там 80% аутлука, и там особо не разойдешься, но, с другой стороны, значит, вы можете и упростить весь этот процесс, потому что там в любом случае у вас будет только тайтл, картинка, кнопка одного цвета, другого цвета. Но, в общем, в том, что тестировать и оптимизировать нужно под те клиенты, которыми пользуются у вас, а не под какие-то абстрактные, либо там, как я делала, под все сразу. Следующий пункт касается нерчеринга, причем автоматизированного. Я считаю, что вся база должна находиться всегда в бесконечном нерчеринге, причем неважно, кто это человек на триале, или это уже платные пользователи, или это человек, который триал попробовал, но покупать не стал. Все, кто у вас есть в базе, должны получать письма, потому что вы, скорее всего, платите за то количество лидов, которые есть у вас в базе, и раз уж вы за это платите, то нужно этим пользоваться. И лучше уж пускай лид отпишется от ваших писем, чем он ничего не получит. То есть, конечно же, везде есть важное чувство меры, не нужно слать им письма каждый день или два раза в день, но регулярность быть должна, и вся база должна находиться в постоянной коммуникации. И у вас, грубо говоря, должны быть какие-то крупные сегменты, например, возьмем очень абстрактно, триальные лиды, платные лиды и лиды, которые по триале и не купили. И для каждого из этих сегментов есть такой глобальный месседжинг, допустим, для платных пользователей это должно быть что-то типа фиши-энгейджмента, для триальных пользователей это что-то типа анбординга, для тех, кто попробовал и ничего не купил, что-то типа смотри, какие мы классные, или может быть ты чего-то недопонял, может быть ты что-то не заметил, давай мы тебе еще расскажем. Доходы, конец, просто ссылать их в блог, почитать ваши интересные статисты, сферы, которые для вас являются целевой аудиторией. Ну и, конечно же, это должно быть максимально автоматизировано, чтобы на это не тратилось время. Один раз сделал, запустил, прошел два месяца, посмотрел, как работает, где работает плохо, запустил пару АБ, прошел два месяца, посмотрел. Эти АБ, конечно, там уходят по несколько месяцев, чтобы собрать эти результаты, но когда проходит год или полтора, вы видите то, что в этом был смысл, несмотря на какого-то незамедлительного результата, это не будет, в этом случае не будет. Седьмое правило. Чем больше люди читают писем, тем больше писем им нужно слать. Может звучать кощунственную, но если вы такое пробовали, вы, наверное, видели ваши опены, клик-рейты. Если вы не пробовали, то я бы рекомендовала вам это попробовать сделать, потому что, в принципе, когда я запускала такую первую кампейн, мое ожидание было, что у меня будет там вот такой open rate, потом вот такой open rate, а потом вот такой open rate, а вот такой subscribe rate. Но этого не произошло. Open click rate продолжает расти вот так вот, знаете, в форме клюшки, роста, который мечтают все стартаперы. И, наверное, можно где-то найти вот эту грань, когда они уже устанут и начнут отписываться, не глядя, но, так скажем, писем 7-8 можно отправить в качестве цепочки тем, кто открывает снова и снова и снова, допустим, постоянно сужая ваш месседж до конкретно того действия, которое вы от него хотите, и вы увидите, что людям все еще будет интересно это читать и на это смотреть. Восьмое правило. То, что email-маркетолог должен делать email-кампейны, а не email-пласты. То есть, так скажем, отправить одно письмо – это недостаточно. Ничего не будет, если вы… Вот у вас есть база, пускай в ней там 3 миллионных человек, вы отправили им какую-то новость. Да, просто от того, что их много, кто-то из них отреагирует. Но, к сожалению, открывают и кликают обычно самые классные, самые активные. То есть, возможно, они бы и так бы это сделали, даже если бы вы им об этом не сказали. Но email-маркетинг должен работать не на тех, кто открыл и кликнул сразу, а на тех, кто этого не сделал. И, соответственно, планируя email-веб-бласт, нужно думать про это как про кампейн. То есть сразу, что это будет не одно письмо, допустим, а там 5 писем, что вот у вас, допустим, выходит новость или фиша 1 декабря, вы вашу кампейн планируете уже там до конца января, потому что вот вы ее отправите, эти кроет им будет тот, эти не откроет, эти будет так-то. Те, кто откроет, им можно будет потом отправить какой-то кейс, а те, кто не откроет, им можно будет, в большом счете, просто повторить то же самое письмо, если нет времени придумывать что-то новое, либо сделать что-то более броское, либо побить их на какие-то другие сегменты. В общем, делать так, чтобы от каждого инфоповода вы могли получить максимум отдачи в течение большого периода времени, а не только тот день, когда эта новость вышла. Ну и email-маркетинг не ограничивается одним только email-ящиком, то есть сюда входит все что угодно, вендинги, сервей, платформы по кастомер-энгейджменту, лояльти программы, какие-то интерактивные инфографики. И я считаю, что в обязанности хорошего маркетолога также входит все это продумывать, желательно придумывать, а еще и делать. Девятый пункт касательно обо-тестов. Я считаю, что нужно потестировать не click-rate, ну, не code-action и subject-line, нужно потестировать эффект, который вы хотели произвести на вашу базу. Например, если вы хотели сделать так, чтобы люди начали пользоваться, чтобы люди, допустим, чтобы активность людей, которые не заходили в ваш продукт последние полгода, возросла там до метрики X и продержалась на таком уровне еще минимум три месяца, то чтобы сделать АБ-тест, пускай даже будет инициирован со стороны email-маркетинга, недостаточно будет сказать, о, вот у этих людей было больше open-rate, мы молодцы, мы сделали все как надо. То есть нужно тестировать именно сам эффект, который оказал ваш email-кампейн, в плане достигли ли вы той цели, которую вы хотели от лида, а не крикнули ли они больше или открыли ли они больше ваше письмо. И последний пункт, он звучит достаточно абстрактно, take it serious. Я считаю, что email-маркетологи должны поддерживать такую атмосферу вокруг своей деятельности, что это очень-очень сложная наука, и не каждому вообще дано это понять, как это работает, и отправить письмо так, чтобы от этого был толк, потому что над нами висит это, как сказать, черная метка под словом спам, и люди далекие от digital-маркетинга, и даже не далекие от digital-маркетинга, но далекие от email-маркетинга, любят этим словом злоупотреблять, не знаю, лично мне, но, если честно, обижает, потому что, ну, это же не спам, это же прекрасно, это целая наука, которая требует достаточно точного подхода, и человек должен обладать рядом достаточно серьезных компетенций, чтобы с этим успешно справляться. Но я считаю, что email-маркетологи должны и сами к этому так относиться серьезно, но еще и распространять это знание вокруг себя, чтобы постепенно человек за шагом, и остальные маркетологи, и не маркетологи тоже понимали, что это не спам, а наука. Вот это все. Если у вас какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Да? Сейчас, секунду. Спасибо, очень интересно. Вопрос номер один по поводу сборки письма, который был показан. Это внутренний интерфейс, или есть какая-то внутри вашей системы штука, которая позволяет делать это клиентам, например, или же вы это все написали сами, для себя внутри используется? Конкретно то, что я показала, это мы написали сами для себя, и сами же используем. Но таких тулов достаточно много, и платных, и бесплатных. Проблема в том, что они не все кастомизируются до той степени, которая, может быть, вам необходима. Но, кстати, даже Маркета, по-моему, недавно выпустил свой бюдер. В принципе, можно такую задачу поставить своему отделу, если там есть, допустим, ресурсы, попросить такую тул написать. И это не займет очень много времени. Я знаю, сколько это времени занимает. Это много. Я понял. Нет, просто было интересно, что если есть такая штука, то есть это все-таки билдер, да, то есть и, ну, как похожий на любой визуальный редактор, который есть в сервисах. Правильно я понимаю? Он похож, но в нем есть одно отличие. Честно говоря, может быть, конечно, там уже что-то и вышло более добоваримое. Но когда мы делали свой, мы сделали… В общем, мы поделили его структуру на две сущности. Это врапер и контент. И они существуют вне зависимости друг от друга. То есть у вас есть просто какой-то блок, блок в письме. И в этот блок в письме вы можете добавлять контент, в принципе, в любом виде. Вот добавили вот так, у вас одна колонка. Добавили вот так, у вас две колонки. Вот. Или… Ну, сейчас, немножко тяжеловато. То, что внутри этого врапера все двигается независимо друг от друга, но из-за того, что они находятся в одной сущности, они превращаются в полноценный элемент. То есть мы сделали не элементы, а, как бы сказать, не блоки письма, а элементы внутри письма, которые можно комбинировать. Вот такого, честно говоря, я не видела у других стороннего софта. Но, возможно, что-то уже вышло. Я понял. Второй вопрос был связан… Теперь бы вспомнить с чем. Можно там, наверное, девятый… А, про A-B-тесты. Вот. Как их делать, если мы рассчитываем на интент, который длится… А, impact, sorry, три месяца. То есть мы сидим ждем, пока увидим нужные показатели, какой сработал лучше. Ну, то есть почему даже на open rate и на click rate очень сложно сделать грамотный A-B-тест. Но сколько я их делал, как бы они у меня все показывали какие-то не такие результаты. Отправляешь полную и получается совершенно все по-другому. Вот если мы еще рассчитываем на какой-то эффект, который длится очень долго, очень сложно оценить, какой A или B победил. Ну, понимаете, да, о чем я… Да, это так, это сложно, и это долго, но… Ну, то есть, получается, инфоповод пропал уже через какое-то время, и он пропадает иногда через день, и нет даже времени посмотреть, что произошло с click rate и с open rate, а на следующий день уже не актуально слать по всем, вот сделали A-B-тест. В следующий раз уже у нас совершенно другое письмо, совершенно о другом, совершенно другой A-B-тест, и опять он как бы длится там какое-то время. Ну, мне кажется, что это… для каких писем может подойти такое вот это вот как бы измерение импакта, да, для… Честно говоря, я думаю, что для любых. Сходу я могу сказать про нашу специфику, допустим, выходит новая фича. Наша задача, чтобы ей пользовались все и всегда, а не только в день ее выхода там покликали и забыли. Соответственно, вы делаете одну email campaign и другую email campaign, которая про эти фичи рассказывает. Вы смотрите, допустим, одна email campaign у вас направлена на то, чтобы люди там, не знаю, что, связывались с саппортом, если у них есть аккаунт-менеджер, связывались с аккаунт-менеджером или аккаунт-менеджер бы связывался бы с ними, если бы видел какую-то активность, не знаю, что на хелпе, допустим, по материалам рассказывающим про эту фичу. А другая моя campaign направлена на то, чтобы, допустим, они максимально самостоятельно во всем разобрались, чтобы им там присылалось бы по максимуму всяких видео, хелповых материалов, их бы записали бы на вебинар и так далее. И вот у вас есть группа людей А, они находятся вот в этой кампании, группа людей В, они находятся вот в этой кампании. Компания ваша рассчитана, пускай, допустим, на месяц. Соответственно, по итогу месяца, ну или двух, это не так важно. Вы смотрите, какой engagement у этой фичи, у группы А и у группы В. Ну, вот. Ну, еще остается группа С, которая обычно там, грубо говоря, процентов 70, да, и они про эту фичу не знают ничего два месяца. Да, потому что… В это время там конкуренты выпустили, ну, я как пример, да, выпустили похожую фичу, как бы, которую анонсировали на весь мир, и все сказали, вау, круто, как бы, что-то надоело нам райк, пойдем, короче, мы в битриксе работаем. Ну, я образно, вот. Ну, так никто не отменяет того, что, покуда у вас идет кампейн про одну фичу, то потому что следующие тоже надо выпускать. Ну, понятно, да. То есть вы же можете постоянно комбинировать этот месседж. Вы можете там делать один основной, там и три побочных. Или у вас есть, допустим, там вышло, не знаю, пять фичей, вы все пять запромотировали, вот у вас есть следы, которые воспользовались только первые, которые воспользовались первой, второй, первый, второй, третий и так далее. Вы можете сделать это тем же самым динамическим контентом, что у вас будет подставляться в письма только то, чего они не делали, ну и продолжать их вылапить. Да, сто процентов вы не покройте, у вас еще и другие каналы коммуникации. А в пустошке email маркетинга, ну, вы можете покрыть только тех, кто откроет, да. Ну, понятно, да. Нет, все это ясно. Вот по всем вот этим автоматизациям у вас маркеты, да, как бы используются. Ну, то есть вот эти вот построения, куча всяких разных зависимостей. Этим мы отправляли, этим мы уже не отправляли. Про эту фичу мы рассказали, про эту нету. Ну, да, у них нативные все эти фичи. Ну, пока вопросов больше нет. Спасибо за выступление, прежде всего, достаточно интересно. У меня вопрос такой, как у Врайка база распределяется по email клиентам? Ну, то есть на кого вы в основном ориентируетесь, когда верстаете письма? Я не могу такую информацию говорить, но я могу сказать, как это потрягать. Если вы слышали про такой софт-литмус, называется… Нет, я-то про софт-литмус слышал, само собой. Просто интересно именно, ну, условно говоря, у вас кого больше, пабликов или бизнес-email? Ну, хотя бы так, если это не секрет. Секреты. Хорошо. Ну, паблик или бизнес вам для верстку не так принципиально, вам скорее на месседжинг принципиально. А какие мои клиенты, можно там, в принципе, любым трекером понять. Лиз, спасибо за презентацию. Очень интересно вопрос. А как, кто именно у вас отвечает за сам контент непосредственно? То есть вы сами прям пишете, и как происходит вообще вот весь workflow, то есть обсуждение вот этих компаний? Вы как-то синхронизируетесь с какими-то другими отделами маркетинга? Или сами инисуируете что-то? Или, ну, как процесс построен? Тут нет единого подхода. К сожалению. Потому что я бы, конечно, хотела, чтобы все писали только ML-маркетологи, потому что ML-маркетологи смотрят в этот open rate, клик rate, видят, что работает, что не работает. Но у вас есть месседжинг, у вас есть там некая большая история, у вас есть контентный маркетинг. И, так скажем, у нас это поддельно так, что за продуктовый месседжинг отвечает продукт-маркетинг, что, в принципе, логично и достаточно распространено, в принципе, во всех компаниях так. Но месседжинг и текст – это немножко разное. То есть мы стараемся брать месседж и перерабатывать его в такой текст, который будет работать с точки зрения ML-маркетинга. Естественно, тут часто возникают споры на тему того, где заканчивается месседжинг, где начинается копия. Но это нормальная рабочая ситуация, в которой просто нужно искать какие-то компромиссы, делать АБТС, смотреть, что лучше работает. Есть какие-то… За нерчеринг целиком отвечаем только мы, мы маркетологи, потому что там мы пробуем все подряд. И продуктовый месседж, и контент-маркетинг, и всякие фановые штуки. Я могу показать сейчас, может быть, если откроется. Вот последняя вещь, которую мы сделали для того, чтобы… Для нерчеринга неактивных лидов в США – это индейки, которые плавают под водой. Их надо собрать. В этом нет вообще никакой бизнес-цели, но, знаете, клик-рейт был замечательный. И, соответственно, у вас там дальше… Вот вы собрали этих индейок, дальше у вас там есть какой-нибудь поп-ап, у вас есть follow-up, у вас есть там форма, у вас там есть live-chat. И вы все эти инструменты можете как-то грамотно там в нужное место вставить и правильно использовать, и от этого тогда будет какой-то выхлоп. Вот такого сорта контент, и не конкретно про индейок в подводном мире, а в целом какой-то engagement, месседж. Это все делаем продуктовый, да, продукт-маркетинг. А отправляете письма на английском только, или у вас есть база еще с… Нет, мы на 8 языках отправляем. А как локализация проходит? Вы просто отдаете, вы пишете на английском и локализуете на все языки, или вы под разные страны, разные регионы подгоняете какой-то свой текст, месседж? Это достаточно тоже общий принятый метод. Там, где у вас есть филдовый маркетинг, там вы переводите английский текст через переводчиков на локальный язык, а потом пригоняете его через филдовый маркетинг, чтобы они убедились, что там нету каких-то, так скажем, локальных ошибок. Но у нас, допустим, и на всех регионах есть филды, поэтому там на что-то мы просто переводим. Понятно, спасибо. Добрый день, спасибо за выступление. У меня вопрос, есть ли какие-то измеримые цели у отдела email маркетинга? Если да, то инициируются эти цели вами, или все-таки они кем-то ставятся? Да, у нас есть измеримые цели, и мы знаем, сколько мы можем сделать, и мы всегда стараемся поставить их немножечко выше, чем мы можем сделать, чтобы нам было трудно, ну и чтобы, как следствие, родились какие-то новые идеи. Да, и цели, это, как сказать, реенгейджмент базы, это юзер фичей, ну и опосредованная конверсия в платных пользователях. Тут, так скажем, никто не купит у email софт за тысячу долларов, и такой софт покупает у людей. То есть наша задача тут, так сказать, связать правильных людей с селс-отделом. Ну, вот поэтому такого сорта у нас метрики. А юзер сервисов с email, как вы меряете? Ну, вот примерно, я примерно как рассказала про AB-тест. То есть вы можете взять группу А, отправить ее в email campaign, группу Б не отправить в email campaign. Дальше посмотреть, если у вас достаточное количество людей, как-то повлияло на них то, что мы написали, или нет. Вот, допустим, вот эти люди больше пользуются, или так же. Если так же, значит, ну, не нужно им слать про вот это, по крайней мере, через письма. Нету разницы. А если мы видим, что мы смогли там не только тех, кто и так бы этим стал пользоваться, но еще какую-то там лифт сделать, чтобы больше человек, то, естественно, это приятно видеть на чартах. Спасибо. А где? У нас? У нас очень маленький отдел email маркетинга. У нас трое, считая меня, учитывая, что я этим мало занимаюсь. Но мы, как сказать, мы очень стараемся все переиспользовать, все оптимизировать, все автоматизировать, чтобы минимум человеческих усилий прилагалось к тем вещам, которые можно сделать с криптом. Ну, да, то есть, в принципе, втроем, вдвоем, да, два с половиной, назовем так, поддерживаем восемь языков, и мы делаем в день примерно, ну, я считала там где-то в конце квартала как-то раз, около четырех писем в день новых. Ну, то есть, для какой, как сказать, ну, допустим, у вас там в одной компании может быть там 50 разных писем. Коллеги, давайте последний вопрос, я думаю, Лиза не уходит потом. Я по поводу фич, я так понял, вы отправляете имейл с новой фичей, а потом вы следите за пользователями, ну, в райка, напрямую, пользуются они или нет. Мне просто стремно, как пользователю. Как пользователю мне стремно просто. Нет, мы не следим, мы просто, как сказать, видим некоторые активности. Окей. Нет, мы не ходим в workspace к пользователям, не смотрим, что они делают. Это абстрактные цифры. Мы даже не можем сказать, кто бывает там, так сказать, кто конкретно. Мы будем только в целом какой-то фич-энгиджмент. Спасибо большое, Лиза. АПЛОДИСМЕНТЫ